Речь о том, что в ряде старинных источниках встречается формулировка «Царство Русь» или «Царство Руси». И для начала важно отметить, что московиты сделали очень сильную идеологическую подмену. Дело в том, что у ряда европейских и не только стран есть свои понятия о верховном правителе. Допустим, у индусов есть слово «раджа», у германцев есть слово «конунг», у славян есть слово «князь». Все эти формулировки означали верховного правителя. Тут есть некоторая сложность, что для христиан, для греков, византийцев долгое время единственным легитимным правителем считался их император. Но со временем даже болгары смогли себе также выхватить право быть народом со своим, в общем-то, тоже «цезарем» или, иными словами, сказать «царем». В Западной Европе ситуация пошла иначе, и как папы римские короновали, в общем-то, королингов, так потом они стали короновать уже и других всяких деятелей. И к ним также применялось слово «король», производное от слова «каролинг». Но это вопросы с тем, как христианская религия воспринимает титул правителя и самого правителя, и не больше того. Если говорить о Руси, если говорить о Китае, если говорить о Индии, о ряде других стран, исламских, о Персии и так далее, то все эти страны, правители которых долгое время не проходили никакую легитимацию со стороны христианской церкви. И при этом они были правителями. И если объективно подходить к вопросу, что есть князь и кто есть князь, то князь в Руси – это высший носитель власти, это высший правитель, это высшее существо, наделенное божественными правами, собственно, по роду и определенной священностью, которая имеет права при желании управлять, соответственно, низшими кастами. Таково понятие о князе было в ведической традиции до, в общем-то, принятия христианства. С принятием христианства, по сути, князь был также узаконен только уже, связан с христианской религией, с христианскими понятиями и, по сути, приравнен к византийским императорам. Хоть на самом деле христианские деятели всегда хотели как-то превознести византийских императоров над, собственно, Русью, но, несмотря на то, что они вводили термин как «царьград» по отношению к Константинополю, несмотря на то, что они другие всякие штуки придумывали, но даже тот же Владимир сказал «хотите, пусть будет все, как хотите». Вот есть столица, должен быть в столице храм Софии, будет храм Софии. Должны быть другие все атрибуты, будут другие атрибуты. Если взять вообще монеты Владимира Святославича, то Владимир там изображается в шапке с некими висячими такими штуками по обе стороны, с крестообразным жезлом и с другими атрибутами, ровно как византийский император. Можно взять монеты византийских императоров тех времен, можно взять монеты Владимира и посмотреть, что в общем-то атрибутика их тожественна. Есть одно существенное отличие. У византийских императоров, как важный символ, там еще где-то может указываться крест, монограмма РХ, ХР, еще какие-нибудь монограммы. А, соответственно, на монетах Владимира и других Рюриковичей изображаются священные тризубы, священные трайзубы. И, в общем-то, данную традицию металлически можно отслеживать с времен еще Боспорского царства. На монетах Боспорского царства также изображался правитель, и рядом изображался, соответственно, священный трайзуб. Конечно же, у Рюриковичей трайзуб весьма отличался от трайзуба боспорских царей. Но если сравнивать, например, даже боспорскую тангу, боспорский трайзуб с тангой аттилы, и сравнивать другие все нюансы, становится понятно, что с ходом столетий некоторые символы несколько менялись, чуть-чуть переосмысливались, доосмысливались. Но если суть, и значение, и предназначение, и понимание этого символа потомками этого народа, этой династии, сохранялась и воспроизводилась, то можно говорить о прямом продолжательстве, о прямой преемственности, а не о заимствовании, а не о каких-то отдельных штуках. И, в общем-то, данная монетная чеканка в Руси была налажена во многом с ведома византийских императоров. И, собственно, византийские императоры дальше заключали договоры с Русью. Никто из византийских императоров не говорил, собственно, какого фига вы, типа, нас там пародируете или что-то в таком духе. Речь не шла о том, что какой-то варвар устроил у себя карго-культ и пародирует, соответственно, великого византийского царя. Речь о том, что было царство Русь, можно сказать, империя Русь, было царство Византии, Византийская империя. И вот, когда иерархи Византийской империи, так сказать, объяснили иерархам Руси, что пора принимать христианство, Владимир и его верхушка приняли христианство. Крестили Русь, не крестили Новгород, не крестили тогда еще непостроенную Москву, не крестили жаб, которые квакали на болотах будущей Москвы, ну и, в общем-то, не крестили мошек, которые летали там над болотами. Владимир и его верхушка крестили именно, в первую очередь, верхушку киевлян, дальше уже остальных киевлян. Тут важно было для них, как крестить последователей ведической традиции в христианство, так и перекрестить представителей разных христианских, так сказать, ересей, также актуальна на тот момент в Византии христианство. Ну и дальше, коль перенимают вот такие атрибуты, как бы, как в Византии, как у христиан, то и царские атрибуты наряду с сохранением некоторых своих родовых, династических, державных атрибутов, таких, как тризуб, в частности. Но все, что было неважно, а именно ряд внешней атрибутики, Владимир перенял с Византии. И этим, в общем-то, продемонстрировалось то, что титул великого князя Киевского и всея Руси торжественен, в принципе, по своему статусу титулу византийского императора. А не какого-нибудь там герцога, шмерцога и еще не пойми чего. Московиты. Дальше. Когда они пригласили себе на службу немецких историков, немцы, увидев титул князь, начали пытаться, а как же переводить его на, в общем-то, немецкий язык, какие есть немецкие титулы. Правильней было бы перевести слово князь как правитель с допустимыми значениями правитель, начальствующий, верховный, духовный лидер, лидер, князь, кинг и так далее. Но ввиду, в общем-то, того устройства, которое было в Российской империи на тот момент, где существовал московский царь, которому подчинены разные там региональные князья. На основании всего этого немецкие историки с отождествили княжеский титул с герцогскими титулами. И таким путем современная историография продолжает использовать эти унизительные понятия о том, что титул князя чем-то хуже, чем титул короля. В общем-то, даже поэтому, когда касаются вопроса Данила Романовича, называемого Голицким, и когда касаются вопроса, что он принял корону от Папы Римского, часто воспринимают это как какой-то суперпрогресс. Конечно, с одной стороны, это то, чего московиты никогда не получали. Московитских главарей никто никогда не короновал. Единственное, что может быть, так это то, что лидеры Золотой Орды давали вот этим московским главарям право собирать дань с местных каких-то уже там других деятелей, и соответственно, вот эта шапочка кончаки дочери или там племянницы хана Узбека, которая московитами хранится, как шапка Мономаха, которая по всем понятиям не может иметь никакого отношения ни к Владимиру Мономаху, князю Киевскому, ни тем более к какому-либо византийскому императору, ну, неважно. Тоже вообще другая история. Так вот, дело в том, что да, как бы был у Руси такой эпизод, что Данил Романович, князь Галицкий, Волынский, Киевский, то есть князь Украины, верховный правитель Украины, также получил от Папы Римского корону, чем, в общем-то, Папа Римский не поднял его статус. Статус короля ничем не лучше статуса князя. Просто статус короля это статус правителя, узаконенного в рамках католического христианства Западной Европы. И все, ни больше, ни меньше. Для Данила Романовича тогда это было важно, чтобы уговорить Папу Римского для консолидации сил Европы, для того, чтобы отбить нашествие татаро-монгол, так называемых. Но тоже вообще другой вопрос. Поэтому относительно князей тоже тема очень важная, тема очень сложная, тема очень искаженная московитами. Но еще очень сильно искажена тема с царством Русь и русским царством. Для современного человека может быть на самом деле звучит как пофиг, что царство Русь, что русское царство типа перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но прошу провести аналогию. Что значит государство Рим, допустим империя Рим или там царство Рим. Представьте себе такую формулировку или допустим другую формулировку Римская империя. Если мы проанализируем данные формулировки, мы увидим, что когда речь идет о царстве Русь, то речь идет собственно о каком-то царстве, которое называется Русь и которое в общем-то является Русью, может быть оно там в свою очередь состоит еще из чего-то, но так или иначе Русь это название всего вот этого государства. Если мы говорим о царстве Руси, о царстве Рима, о царстве Византия как о царстве данных городов, если мы говорим о царстве Рюрика как о царстве данного князя, если мы говорим о царстве Рюриковичей как о царстве данной династии, мы не подразумеваем, что это царство Рюрик, то есть Рюрик сам по себе царство, нет, мы подразумеваем, что это царство, которое принадлежит Рюрику. Вот это важное отличие двух формулировок. И я читал упоминание слова Русь, упоминание разных сочетаний слова Русь. И я понял, что когда разные иностранные авторы пытались обозначить то, что в современной историографии называется Галыцко-Волынским княжеством или Галыцко-Волынским королевством, они это называли царство Русь. Царство Русь, королевство Русь, княжество Русь. Поскольку речь идет о переводах с латыни и других европейских языков, то, в общем-то, когда они говорят Кесарь, то если мы переводим это как царь, значит можно с их языка как бы это переводить и как царство Русь. Хотя как бы у нас не принято такое словосочетание как царство Русь, тем более считается непринятым данное словосочетание в отношении, особенно, державы Данилы Галецкого. И также в ряде старинных источников, когда упоминается, собственно, Древняя Русь, великая держава с центром в Киеве, то есть, по сути дела, империя, которой правили ранее Рюриковичи, который правил Олег, соответственно, Игорь, Святослав, Ярополк, Владимир и уже дальше. То в широком смысле вот эта держава часто называется царство Руси. А из этого можно, собственно, сопоставив две данных формулировки, также сделать интересный вывод, что для, собственно, средневековых и эпохи Возрождения, для вот авторов тех времен, снова же, Русью назывались именно территории Украины, и когда говорилось, в общем, о государстве Киевска, которое сейчас называется в исторической науке Киевская Русь, которое в наших летописях часто называется Киевская держава или просто Русь, потому что то, что Русь может быть только Киевская, как бы, это само собой подразумевается. Единственное, что если всю данную державу называть Русь, то получается как? Получается и Новгород Великий, это Русь. Получается и какая-нибудь Чуть, Мерия, Мурома, это тоже Русь. И это как-то вообще ни разу не соответствует тем определениям, которые встречаются и в новгородских берестяных грамотах, когда новгородцы ни разу не называли себя Русь, а когда они хотели отправиться в Киев, они говорили о путешествиях в Русь. С другой же стороны, если сопоставить это с западными источниками, где касательно державы Данилы Голицкого постоянно упоминается формулировка «Королевство Русь» или «Царство Русь», а для того, что сейчас известно как «Киевская Русь», употребляется формулировка «Царство Руси», то это сопоставляется единственным аналогом с Римской империей, где речь идет о империи не города, а о империи определенной социокультурной общности, проживающей на территориях фактически, в первую очередь, около Киева. Далее этот термин распространился и на территории нынешней Западной Украины, и, в принципе, распространился и на территории даже нынешней Восточной Польши, потому что тогда территории промышля входили еще, в общем-то, в состав Украины тогдашней, то есть Руси. Вот это и воспринималось как «Царство Русь» или «Государство Русь». А когда говорили о территориях, которые этой социокультурной общности, проживающей на этих территориях, то есть Руси, государство ей принадлежащее, говорилось «Царство Руси». И таким путем Новгород, Суждальщина, Мещера, Меря, Мордва, Мурома, Эрзя и все вот эти ребята, они не принадлежали к «Царству Русь», но они принадлежали к «Царству Руси». То есть, что, в общем-то, и зафиксировано в позднем их названии, они не русины, они не русичи, не русы, они русские. Это приблизительно как, может быть, человек, который является потомком франков, его этническая принадлежность – это француз, а может быть, житель Африки, который является французским подданным. Он французский. В общем-то, так и, собственно, эти с территорий северо-восточных. Они, когда-то их предки, были подданными Руси. С другой стороны, они были подданными Орды, и там все испортилось, перемешалось. Какие-то здравые славянские корни и основы, которые там были и которые были туда привнесены, они смешались с тюркскими и финно-угорскими. Они деградировали, растворились, испортились. Из того всего множества народов и этносов там возродились и обрели силу потомки андрофагов, которые упомянуты еще Геродотом как людоеды и как достаточно жуткие создания. И постепенно они подчинили себе геноцидам и этноцидам окружающие народы. Как таковых россиян в широком смысле, по сути, и не должно существовать. Есть московиты, как потомки андрофагов, А окружающие ими народы – это порабощенные народы. Бывший Новгород Великий, как и Нижний Новгород, Ростов-1 и 2, территории Псковщины, территории, конечно же, Слобожанщины, территории, конечно же, Кубани, территории Астрахани, Казани, Волжской Булгарии – все это порабощенные, все это оккупированные в прошлом отдельные страны, которые как бы не имели отношения к московитам. Но, к сожалению, пока они временно оккупированные. Да приводит правда, да сияет истина, да восстановится на свои места то, что так по правде должно быть.